В смысле? Не в том смысле, в том смысле. Способность творить добро. Итак, первая категория добродетельных людей, они склонны заниматься самоосознанием, когда испытывают сильные трудности. Это значит, что у них добродетель превышает всего остальное. Такие люди склонны заниматься, прогрессировать, если они испытывают трудности. А они добродетельные люди, когда испытывают трудности, что с ними происходит? Они паникают. У них не хватает силы. Трудности добродетельных людей вдохновляют жить, изменять свою жизнь к лучшему, а не добродетельные люди. Потому что грехи на них давят, они не могут справиться с собой. Дальше. Вторая, второй признак добродетельных людей. Добродетельные люди, когда становятся нищими, они могут быть, может быть, и не испытывают трудности больших. Они могут жить в нищете, там, у них нет проблем, допустим. Но при присутствии нищеты у них появляется ощущение, что на самом деле они недостаточно хорошие люди. То есть надо больше добрых дел делать. Когда человек нищий, он думает, ну я вот, почему я нищий? Потому что на самом деле я не такой хороший человек, поэтому я нищий. Если бы я был лучший, люди бы меня и на работу бы взяли, то и сё, а вот мне не хватает. И человек от нищеты начинает заниматься самосовершенствованием, он понимает, что он неспроста нищий. Вторая категория нищих людей, которые приходят к нищете из жадности. Для первых, нищета это благословение, для вторых, нищета это проклятие. Так как они очень много жадничают, люди отнимают, жизнь отнимает у них приют. Потому что жадность означает тянуть изо всех сил на себя. Естественно, возникнет сопротивление окружающей среды. И такой человек остается без штанов в какой-то момент. И поэтому есть две категории нищих. Одни из них святые, а священники, а другие, они подходят и говорят, да, уйдение. То есть жадность заставляет их становиться нищими. Они очень жадные. Они хотят много денег, но им вообще них приют не дают. Поэтому добродетельные люди бывают от нищеты. Третья категория. Добродетельными люди становятся, то есть как бы прогрессируют. То есть имея позитивное любопытство. То есть есть негативное любопытство, есть позитивное. Позитивное любопытство это сила, которая ведет человека к прогрессу. Есть категории людей, которые много хорошего делают для окружающих людей. И у них появляется позитивное любопытство. То есть им хочется все узнать, но они не идут узнавать порнографический стиль, как по-разному бывает. Они идут узнавать то, что действительно даст самосознание, смысл какой-то в жизни. Понимаете? Они хотят этого узнать. Это называется следующая категория добродетельных, любопознательные люди в положительном смысле слова. И дальше четвертая категория добродетельных людей, это те люди, которые полностью очистили, а как бы у которых настолько сильно перевесила добродетельность по отношению к грехам, что они поняли, что в разум сила пришла, что надо заниматься самосознанием, несмотря ни на что. И такие люди им все равно, богатые, бедные они, любопытные, малинер, они идут и занимаются самосознанием в любых ситуациях жизни. То есть четвертая категория добродетельных людей считается непобедимой. То есть до этого три категории могут сойти с пути праведности. Но четвертая категория людей, которые праведный путь избирают из-за того, что у них добродетельность превышает все остальное, по их природе они больше не видят другого смысла в жизни. Эти люди, они уже, что бы с ними ни происходило, они с этого пути не свернут. Дальше есть четыре категории недобродетельных людей, которые добрыми по своей природе быть не могут пока. Они не изменят то, что вот эти четыре категории вещей они в себе не уберут. Если человек испытывает сильные страдания и в результате этого устремляется изо всей силы к зарабатыванию денег и обо всем остальном при этом забывает, у того какого человека нет никакой возможности быть правильным. Почему? Потому что им жизнь движет в его жизни только жадность. То есть у него нет времени заниматься самосознанием. Он думает, я на самом деле, у меня денег не хватает. Какое самосознание? Надо быстрее работать идти. И он больше про все остальное забывает. Это означает, что жадность является причиной его существования. Его понимание счастья означает, что надо удовлетворить свою жадность. Встремление к деньгам. Вы можете его спросить и сказать, но если и кушать нечего, извините, что делать? Да, правильно, я согласен с этим. Но мы до этого другую категорию привели, что человек бедный, ему тоже кушать нечего. Но он при этом, помимо того, что он хочет зарабатывать деньги, у него появляет сильное стремление к самосознанию. Он понимает, что он не зря бедный, что у него много греков. Понимаете идею или нет? А тот человек второй, у него этого понимания нет. Ему хочется больше работать и больше ничего не делать, потому что у него идеи нет внутри. Что что-то другое на самом деле принесет больше счастья. Добродетели не хватает понять, что надо заниматься самосознанием. Не хватает добродетелей, а нищета есть. Дальше. Вторая категория людей, которые не способны стать добродетельными, им нужно еще перестрадать. То есть эти все четыре категории великих через страдания или через милость святых людей могут прийти к правильности. Вторая категория недобродетельных людей, они не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. То есть добродетельный человек, он почувствует рано или поздно, что это плохо, а недобродетельный человек, он чувствует, что это хорошо, как бы плохо, может где-то в глубине души. Гасит себе это чувство, он говорит, я как хочу, так и живу, такие люди говорят, ну какие проблемы. Как хочу, так и живу. При этом он может извинять своим родственникам там и заниматься всякими глупостями. Такие люди не будут, не могут иметь доброты в своем сердце. Потому что доброта означает чуткость, непритязательность, мягкость, характер. Это все идет от безвешивания. Они не могут быть, они чертны по своей предыду. Потому что их идея не удовлетворяет чуткость. Чуткость означает желание видеть хорошее в других людях. Такие люди хотят видеть хорошее только в себе. Понимаете? И у них нет идеи в других хороших видеть. Потому что они живут только для себя. Они говорят, я хочу, мне так нравится, какие проблемы. Дальше. Да? Если никому вреда, я не могу сказать. Вот хороший вопрос, если никому вреда. Оказывается, что такого не бывает. Или ты приносишь пользу, или ты приносишь бред. Потому что тонкое тело всегда общается. Ну, допустим, я решил наслаждать свое чувство. А естественно, что если я хочу наслаждать свое чувство, то жена рано или поздно станет помехой. Потому что с женой это счастье не будет постоянно. Оно как рано или поздно погаснет. Там ведь есть молодший, красивый. Я что-нибудь плохого в жене делаю, когда гуляют. Я что-нибудь бью, что-нибудь лаками. Я что-нибудь... Она не знает. Да? Идут, гуляют, живые спокойно. Она не знает. Никто не узнает, все нормально. Какие проблемы? Оказывается, что контакты через тонкое тело и ее... Это жена будет испытывать страдания. Даже несмотря на то, что она не знает. Потому что у нее рушится связь близким человеком. Глубокая. Внутренняя связь. Мужа живут. Все. Это называется насилием. Поэтому невозможно быть хорошеньким. И относиться к этой категории. Я хочу жить только для себя. Значит, я буду плохим. Я не могу быть добрым по отношению к другим. Потому что доброта означает жить не для себя, а для других. Понимаете идею? Как бы хочется быть хорошим, но одновременно хочется жить для себя. Но придется выбрать одно из двух. Потому что и то, и другое вместе не стоят. Другие прописаны. Дальше. Третья категория людей, которые не могут быть добрыми по своей природе. Они обладают обширными познаниями. Очень большими познаниями. Они все знают, как надо вести себя там. Все они знают в разные науки. Но при этом гордятся своими познаниями. Они очень горды. Я? Зачем? Мне это все нужно. Я доктор науки. Я это все знаю уже? Я все это слышал. Я все это знаю. С чем я все это говорю? Понимаете идея, в чем заключается? Гордость означает признак глупости веры. Говорят. Самое первое проявление глупости это гордость. Почему? Потому что разум закрытым эгоизмом признак глупости. Это же так же животное. Животное, петух, он же тоже гордый. Он стоит на заборе. Попробуй ему докажи, что он не прав. У него обширные познания в своей области. Он знает все. Кого клюнет, кого нет. Поэтому в нужный момент он отлетит, но при этом гордость не останется. Кто знает. Вот. А глупость, веры говорят, глупость это когда разум покрыт эгоизмом. А покрытие эгоизмом разума и гордость это одно и то же. Поэтому если обширные познания человека не делают смиренным, это значит, что эти познания не приносят ему пользы. Он от них становится все более деградированным. И таким образом такой человек, который с целью возвысить себя, познает окружающий мир, в этом случае, несомненно, он пострадает от этого. Тем, что у него возможность быть добра полностью отсутствует. И он находится в постоянной иллюзии, потому что правдивости должен быть у него уже нет. Оказывается, что многие ученые, великие мудрецы нашего времени, они заканчивают жизнь, говорили, вот я смотрю, вот изучаю почти одни и те же слова. Говорят, я понял то, я знаю то, что я ничего не знаю. То есть это означает сверение. То есть они поняли, что на самом деле, смотря на свое обширное познание, я... Вот, это признак правильного подхода к изучению истории. Следующий момент. Те люди, которые не признают гармонии этого мира, то есть они считают, что этот мир возник из хаоса, все законы этого мира тоже возникли из хаоса, здесь нет гармонии, поэтому законов, на самом деле, законы эти все тоже из хаоса возникли, хотя они есть, закон физики из хаоса возник, из этого взрыва там, закон там того и сего, все это из хаоса возникли, но они признают единство этого мира, не признают, что этот мир создан разумом, что этот мир создан Богом, они не признают этого единства. Они считают, что это все возникло само по себе. Такие люди тоже не могут быть добрыми. Почему? Потому что они не верят в законы. Доброта без веры, справедливости не существует. Человек, который не верит в законы, он не верит в справедливость. Он считает, что раз мир создан из хаоса, значит, на самом деле, не существует торжества праведности, торжества справедливости. Поэтому, ну, я всем говорю, будьте хорошие, будьте добрые, будьте добрые, все, но при этом веду сам себя как-то по-другому. А почему? Потому что совести-то нет. Совесть означает гармонию с верховной личностью Бога, с Богом, который находится внутри. У нас здесь есть свет душа. Именно она дает ощущение совести. Мы когда общаемся с своей совестью, мы общаемся с свет душой. Человек, который не верит в гармонию, в то, что у него даже не в нем Бог находится, как бы не он Бог, а в нем присутствует, вверховная личность, такой человек не может быть добрым, потому что у него нет совести. Он сломается в трудный момент, правда, уколет ему глаза, но не в ту сторону. У него будут проблемы. Итак, три типа общения, которые добрый, добросердечный человек совершает по отношению к разным категориям людей. Если человек находится в благости, тот добросердечный человек изо всех сил старается сблизиться с ним, подружиться и помогать ему во всем, во в чем ему можно. Благость означает, что тот человек сам точно такую же природу имеет. Если человек находится в страсти, то есть он хочет использовать всех тех, кто рядом с ним находится, в целях для себя, иметь, что-то иметь. Человек в страсти, то есть он устроит хорошее отношение, он может сделать много для других людей, человек в страсти, но цель у него, себе, конечная цель это. Понятно? Это называется, как бы, влияние страсти на него сильно, на какого человека. В результате этого влияния этот человек на самом деле, как бы, как уже было сказано, он будет использовать эту доброту в целях своих и как бы начнет за нее тянуть. Поэтому по-настоящему добрый человек, он поймет, что на самом деле близкие отношения с этим человеком они не дадут счастья ни ему, ни мне. То есть прежде всего я не помогу этому человеку, я не сделаю его лучше этим. Поэтому по-настоящему добросердечный человек к человеку в страсти относится по-доброму, по-доброму, но на расстоянии. Он не открывает себе или в нем слишком сильно свое сердце. Понимая, что это открытие сердца у него вызовет просто корыстные чувства. У него не возникнет идея гармонии, дружбы, а возникнет идея, как ты используешь тебя в своих целях. Поэтому добросердечный человек, он будет дружить с этим человеком, но он не будет при этом подпускать его близко к себе. Понимаете, это люди с праздностью означают те, кто использует все это в своих целях всегда. Вот. И есть еще люди в невежестве, идея существования, которая заключается в насилии. Если мы, допустим, по-доброму подойдем к такому человеку, вот человек, допустим, там, ну матом всех троит, ты к нему по-доброму подойдешь и скажешь, ну ладно, ну что ты так накладешься. Ну, по-доброму просто. Он скажет, ты че? А ну, я тебя сейчас устрою, ты че тут? Ты кто такой? Понимаете идея? Если ты по-доброму к ним подходишь, значит, он как бы считает себя правым уже автоматически. А мы по-доброму разговариваем, значит, я прав. Ну, а если я прав, а так как и насилие движет, он говорит, если я прав, я тебя сейчас устрою. Поэтому добросердечный человек, он тоже по-доброму относится к человеку, который находится в невежестве, но старается не иметь с ним никаких дел. А если есть необходимость делать общие дела, то он это делает так, чтобы не сильно, как бы, ну, вот эту вот гармонию, так сказать, проявлять, он ее держит внутри себя, эту гармонию. Он нравится этот человек в чем-то, он сострадает ему. Добродетельный человек сострадает невежественному человеку, пытается помочь человеку, находящемуся в страсти, и сильно дружит с человеком, который находится в плакости. Как он помогает человеку, который находится в страсти? Человек в страсти, он это не означает, что он всегда, как бы, плохой. Человек в страсти, он, у него все-таки есть хорошее качество характера, но он ломается иногда. И поэтому человек в страсти, видя добропорядочного человека, он чувствует, что это хороший человек тоже. Но при этом, и поэтому он готов его слушать. Поэтому добросердечный человек, он дает советы человеку в страсти, как правильно жить. Понимаете? А невежественному человеку уже совет не дашь, но он можно ему тоже помочь. Невежественному человеку можно помочь тем, что ему можно дать освященную, или оградить его просто от каких-то больших неприятностей, какими-то своими действиями. Олег Леонидович, а на что обреченный человек в невежестве? Только на деградацию и все. А когда с ним происходят, чтобы он устрасти? Хороший вопрос. А существует определенное количество страданий, которые достаточно для человека, или вообще просто для живого существа, чтобы ощущение, это ощущение страдания пересилило его желание деградировать. То есть страдание догоняет желание деградировать. То есть человек, который находится в невежестве, он совершает насилие, он деградирует. Это желание совершать насилие или ощущение счастья, такой вид счастья. Я счастлив, только совершаю насилие, он думает. На самом деле меня в прямом посадили, ну что, я выйду, я все равно свое возьму. То есть его идея счастья – это насилие. И оказывается, что в определенный момент, когда страдания становится слишком много, он захлебывается и ему, ему приходится менять свою концепцию счастья. Он думает, нет, в насилии счастья уже нет, я уже это понял. И оказывается, это ощущение может догнать его даже в животном теле. То есть человек может неградировать настолько, что он уже животным стал, потому что у него человеческое тело предназначено только для самосознания. Ему уже оно не нужно. Насилие можно совершать в теле тигра и так далее. Сексом заниматься лучше всего в теле обезьяны, спать лучше всего в теле медведя. Что ему хочется в жизни больше всего? Он туда попадает, в это тело. И догоняет его вот это ощущение страдания там. Потом он опять прогрессирует и начинает рождаться в человеческом теле. Желание изменить к лучшему, оно дает человеческое тело. Он в полном животном существует. Поэтому есть, существуют вот такие вот нисходящие ветви развития животных. А существуют прогрессирующие. Не так, как у Дарвина, что все животные только прогрессируют. Нет, у них есть нисходящие ветви. Например, змея и скорпион, это тупиковая ветвь вообще. То есть, если она не настолько ненавидит всех окружающих, что, веды говорят, пока змею не прибьешь, она не сможет родиться в другом теле. Все время в деземинном теле будет рожать. Поэтому, веды говорят, очень благоприятно убивать и Дарит их змей. И, конечно, в основном не для того, кто убивает, а для самой змеи. Понимаете, конечно, убивать, допустим, я убиваю, нет, это не очень благоприятно, потому что от этого не появляется жестокость внутри. Но есть люди, которые понимают, что из необходимости убивают змеи. Они выполняют это как долг, с целью помочь этим живым существам. Нам это очень трудно понять. Для этого надо иметь многое самосознания. Поэтому веды говорят, в основном людям желательно змей не убивать, если есть такая возможность. Но, оказывается, если змея живет в доме, то ее надо обязательно убить. Почему? Потому что змея не может жить в доме и не убить кого-то ядовитого. То есть, ты убиваешь эту змею, или она убивает 3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Понятно ли? Если она живет в аквариуме? Нет, ну в аквариуме и живет. Но я не знаю, насколько ей там нравится жить. Это же другой вопрос. А вот так много существ, которые нам приносят любители, ноутобусы. Хороший вопрос. Таракан не может быть, да? Как можно быть добрым по отношению к таракану? Оказывается, что можно. Знание дает возможность быть добрым по отношению к таракану. Оказывается, тараканы привлекают столько силы невежества. И человек, который живет праведной и чистофлотной жизнью, тараканы не чувствуют вкуса внутреннего жизни в такой квартире. Им не хочется там уже, у них нет интереса, понимаете? Они ведь лезут туда, где пахнут невежеством. Понимаете? Но в любом случае, если у вас нет способности быть сейчас праведными, нет такой способности. А тараканы, тем не менее, они оскверняют квартиру в своих присутствиях, потому что это низшие живые существа, которые как бы, в отличие от, допустим, от других, более благочестивых насекомых, допустим, пчелок, они в основном оскверняют ситуацию. Поэтому ведом считается, если у тебя нет никаких возможностей, ты отпугнуть их не можешь, и там благочестия не хватает, чтобы чисто у тебя в квартире было, в этом случае приходится совершать насилие. С целью сохранить чистоту, ничего не сделаешь. Точно так же, как человек, допустим, к нему на него нападает враг. Он хочет, он хочет хорошего этому человеку, но так, как этот человек хочет убить ему близких, там, ну все, веды говорят, он должен, добропорядочный человек должен, видя такой настрой, должен медленно уничтожить этого человека, несмотря на то, что его жалко уничтожать. Это не означает, что он злой. Понимаете? Это означает, что он хочет защитить силу добра, чтобы, потому что если он это не сделал, все думали про него добрый человек, а он разрешил совершать над ними насилие. В чем же здесь доброта заключается? Понимаете? Поэтому доброму человеку приходится выбирать сейчас, как есть. И без знания здесь ничего не сделаешь. Поэтому мы говорим, доброты без знаний не бывает. Но это при этом не значит, что я буду этих тараканам травить сейчас. Понимаете? Это не признак доброты. Да? А только несчет того, что на храме живет какие-то тараканы, или нет? Нет. Отсутствие благости в храме, значит, люди... Это не значит, что храм сам неблагостный. Люди ведь могут быть неблагостными. Только потому что... Если... Нет, это не значит, что все, кто живут в храме, они ангелочки, портают. Пяти. Нет. Они могут быть неблагостными. По своей природе достаточно чистым, поэтому тараканы танзируются. Это не значит, что тут Бог неблагостный. Нет? Здесь люди как бы... Да? А если кмару кусают, это убивать или нет? Веда говорится, что вот сел кусать, уже настроился, надо убивать. А пока летать надо выгонять. А пока летать надо выгонять. Не кусай, иди отсюда. Но, как вы понимаете, опять же, ситуация. То есть, если там коворот тучи, там сейчас откусают до смерти, или там... Ну, как бы, ситуация такая, что бывают случаи, когда надо, и уничтожают. Это все от ситуации, понимаете, зависит. Когда действия уже совершаются, тогда надо... Еще раз повторяю. Я не хочу вам зла. Я не хочу, чтобы вас закусали комары. Поэтому я вам говорю, что вы имеете право выгонять там, уничтожать этих насекомых, которые привезут насилие в своем присутствии. Они агрессоры, принятают целью. У них идея жизни – это насилие. Как действует человек, действует человек, который очень сильно страдает, и стремится к духовному совершенствованию, но ему очень трудно это делать, совершенствовать. на самом деле, оказывается, что человек, который стремится к совершенствованию, несмотря на его плохую карму, ему очень трудно, но при этом он имеет одно качество характера, которое называется правдивость. Самое первое качество характера, тому, кто должен стремиться к совершенствованию. Он, имея правдивость, понимает, что по-другому-то у него быть и не может, ему не трудно торговать, не может, потому что он настолько греховный, что легко ему не будет. Поэтому он, его признак такого человека, он тупает в своем совершенстве, если у него трудно, то тихоньку, но вверх. Он копки и терняшки не пьет, он спокойно тупается в совершенстве, зная, что сил быстрее в него нет, потому что он очень грешный. Это не значит, что он не напрягается. Он напрягается, но у него идеи там, прорвался он, прорвался он, звездой горящей, да? У него нет этой идеи, понимаете? Ему беспокойно прогрессировать. Как о нем говорят, другие, это ему не говорю, он знает, но и правду говорит. Правдивость дает возможность. Двигаться вверх. Надо каждый человек, который хочет двигаться, хочет в чем вверх, не имеет значения. Первое качество, которое должен себе взывать, это правдивость. Все? Да? Хорошо. А вот есть законы, например, выплаты на налог, если человек не плакает на налог, то получается, что он и правдив. Правильно. Я, например, не плачу на налог, значит, я не правду. Да, совершенно верно. Да, правда. Скажите, а разница между странами и налогами? Просто идея, здесь проблема заключается в том, что как бы здесь только по-настоящему правдивый человек способен как бы понять эту ситуацию, что когда надо платить налоги, когда не надо. И государство бывает просто хищным. Допустим, в России одно время была такая ситуация, что налогов было 60% от прибыли. 60% от прибыли. Но как тут можно платить себе налоги подобных? У меня как раз, то есть, в то время у меня был медицинский центр в России. И я как бы столкнулся с этим, меня начали писать голову, что же, что же делать. И мне пришлось обманывать, потому что иначе не выживешь. Понимаете, ситуация какая-то? Как бы приходится обманывать. Но опять же, карма, жить в такой стране, означает, что ты уже заранее потрудился до этого, чтобы попасть туда. что-то такое сделал уже. Важно. Может ли у одного человека появляться в правдивости или у врага в благости или в любвисти? Да, очень хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может. Оказывается, что мы же пытаемся, мы же не уже в высоте, поэтому одному же человеку может проявляться и правдивость в благости, и правдивость в страсти, и правдивость невежества, и таза брата то же самое. Это не значит, что мы сейчас пошли и все нормально, ребята. Нет, у нас все может проявляться, но это не значит, что мы должны себя в этом оправдывать. У нас все проявляться будет, несомненно. Вот в этом заключается иллюзия, если человек думает, или я добродетельный, или я пошел отсюда. Ведь такие идеи тоже в голове же возникают. Это означает, что человек просто не имеет как бы желания на самом деле честно признаться своих недостатков. Ну, есть у меня недостатки, ну, буду бороться со всей силой, ну, что ты делаешь теперь с тем, что они есть, правильно? Их сразу не исправишь, так? Поэтому человек понимает, что у него есть недостатки, но это не значит, что он поощряет себя в этом. Правдивый человек не будет поощрять, это и есть правдивость. Правдивость означает, что человек признается с ним не чувствовать? Ну, последний вопрос. Если добрый человек обижается, это означает, что он не совсем добрый человек. Какое хорошее вопрос. Если добрый человек обижается, то значит ли это, что он не совсем добрый человек? Вот он сам отвечает. И лекцию прослушает. Кто считает, что при этом остается добрым, если он обижается? Значит, лекция была удавшейся. Ну как он может быть добрым, если он обижается? Обида означает, что я лучше тебя, но ты позволяешь себе наказывать меня и унижать. Я-то лучше же, это как называется, высокомерие, то есть отсутствие чего мягкости сердца. Где доброта, где-то мягкости сердца не присутствует. Если мягкость сердца присутствует, и также поплавистость, если присутствует, тебя наказывают, как ты будешь обижаться? Ты признаешь правдивость, доброта, да и неправдивость. Ты признаешь, что я не прав. Зачем надо обижаться? Обиды ведь тоже разных бывают. Когда человек обижается, то в себе эту обиду не оправдывает. Он думает, он обижается, его спрашивают, ну что тебе плохо? Он говорит, я сам виноват. То есть бывает такое, он обиделся, плачет, допустим. Особенно у женщин это бывает. Женщина по своей природе, она как бы у мужчины гнев возникает, его же не остановишь, гнев. Человек гневается тоже, будет он добрым или нет. В момент гнева нет, но когда он гневается, у него уже идея внутри сидит, что он не прав. Это значит, что он добрый. Потому что доброта все равно сильнее. И в этом случае он раскаивается, потом раздевается, он думает, эх, какой я дурак там, зачем я это сделал? Он раскаивается, просит прощения, все. Присутствие доброты на лицо. Точно так же женщина плачет. Это женский гнев, это слезы, это обида, а женский гнев уражается. То есть она плачет. Вот. И к ней муж подходит, говорит, ну не плачь, ну ты лапа, ты все правильно сделала. Я говорю, да и я неправильно сделал, точно я знаю. И все равно плачет от обиды. Одновременно и то, и другое проявляется. Означает присутствие доброты. Все. Давайте всем будем желать счастья. Давайте будем учиться всем желать счастья. Кстати, вот я желаю всем счастья избавлять сразу от всех, каких качеств характера. Потому что, а? Да, в зависимости от того, как настроен человек, у него идет движение. То есть не сразу, но как бы, я имел в виду, что оно может избавить от всех, каких качеств характера. Может избавиться. В зависимости от того, наклонность, в какую сторону у человека есть. Поэтому, когда человек повторяет, я желаю всем счастья бескорыстно. Не в цели там измениться к лучшему. А, кстати, можно повторять, я желаю всем счастья в цели измениться к лучшему. Это не дляйте корыстным побуждением. С целью выздороветь, не дайте корыстным побуждением. С целью построиться на работу, не дайте корыстным побуждением. С целью там улучшить свое положение, свое отношение с людьми, не дайте корыстным побуждением. И такое пожелание счастья принесет успеха. И так, но так как человек не может жить без желаний, поэтому он должен ставить все правильные желания в голове. Он должен говорить, я желаю всем счастья с целью прогресса, улучшить свое качество характера хорошего. Понятная идея? Все, давайте будем желать всем счастья. Я желаю всем счастью. 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 Я желаю с ним счастье. 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 Достаточно. Спасибо. Я желаю с ним счастье. Я желаю с ним счастье.